Валерий Курасов, жители микрорайона Жасканат на грани выселения. Около 20 семей не могут получить госакции на свои участки. Семь лет назад на этом месте находился посёлок Бакай. Но власти вероломно снесли 350 домов, а жителей назвали социальными аутсайдерами. Впоследствии далеко не всем бакайцам удалось узаконить свои постройки. Сегодня, в честь святого месяца Рамадан, жители принесли в жертву барана. Очень прошу в этот святой месяц, два раза, хочу правительство Акимат попросить, чтобы они обратили на нас внимание. Мы с детьми ходим без квартиры, без скала люди, без двора ходят. Сколько они могут ходить. Семья строителя Турсуна Сабитова ютится в однокомнатной времянке. В планах у Сабитова была пристройка еще одной комнаты. Но на днях пришли представители Акимата и предупредили – собирайте вещи и на выселение. Недавно пришли комиссии СУЗО, и хотят эту комнату лечить. У нас денег нет больше, чтобы где-то квартиру снять или еще чего-то. Мы еле сами добиваемся питания. Вот единственное жилье у нас сейчас вот это. Где-то что-то, над головой крышей. Скоро зима тем более. А куда пойдем мы дальше? Макпал Тубикбаева с мужем когда-то поставили здесь двухкомнатную времянку. Жилье тут же снесли. По словам Макпал, им до сих пор не выдали ни компенсацию, ни землю. Чиновники разрушили наш дом. В данный момент мы с ребенком оказались на улице. Мы просим, чтобы наш участок узаконили. Государство говорит о демографии. Как тут увеличивать население, если сами мы, казахи, на своей земле стали бродягами? Мы на днях написали письмо в прокуратуру. Теперь ждем ответа. Если ничего не решится, если УЗО не примет решение, то будем подавать в суд. Правда, гарантий нет никаких. В любой момент сюда могут приехать бульдозеры и сравнять с землей эти постройки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова